Маренко, где не утихают ожесточенные бои, враг пытается обойти, в основном Новомихайловку обойти, для них это стало камнем преткновения, и они пытаются либо через Победы, либо через Георгиюку, но 14 атак было предпринято врагом на Маренском направлении, и ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг в принципе разбился, можно сказать разбился о нашу оборону, понес потери и отошел на исходные рубежи. Бои продолжаются и в районе Георгиевки, и в районе села Новомихайловка, довольно ожесточенные бои, но успеха враг не имеет. Далее шахтерское направление, тут наши защитники отразили одну атаку оккупанта в районе Золотой Нивы, больше враг попыток не предпринимал, были позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Заворожское направление, тут противник немножко активизировался по сравнению с предыдущими сутками, активизация боев была в основном севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и в районе Работиного. В районе западнее Вербового в результате тяжелых и длительных боев нам удалось занять несколько лесопосадок и сейчас наши войска укрепляются на этих вновь занятых рубежах. Всего противник шесть раз предпринимал попытки атаковать наши позиции на запорожском направлении, ни одна из атак не уничалась успехом. Наоборот, как я уже сказал, нам удалось на плечах отступающего противника занять несколько посадок, теперь мы там укрепляемся. Ну и остается у нас зона ответственности группы войск Одесса, Херсонское направление. Тут силы обороны продолжают мероприятие по наращиванию усилий на плацдарме. Враг предпринимает попытки штурмов, чтобы выбить наши войска, сбросить их в Днепр. Четыре таких штурма было предпринято за прошедшие сутки. Все четыре штурма оказались безуспешными. Противник понес потери и отступил. Плацдарм продолжает сражаться, продолжает набирать боевые потенциалы, наращивать усилия в плане удержания этих территорий. Как вывод можно сделать по военной обстановке за прошедшие сутки следующий, что враг продолжает сохранять инициативу на многих участках фронта и проводить массированные штурмы на ряде участков фронта. То есть не на всем фронте, а только на определенных участках. Авдеевка при грамотном управлении сможет простоять еще долго. Противник тоже допускает ошибки, которые мы умеем использовать. Поэтому если будут сделаны правильно выводы и будут учтены ошибки в организации взаимодействия и коммуникации между подразделениями, то мы в принципе можем удерживать Авдеевку еще довольно длительное время. А может быть и застолбить ее как укрепрайон удастся до начала нашего контрнаступления. Но если врагу удастся закрепиться в Авдеевке в районе частного сектора, а дальше в дальнейшем, скорее всего они будут пытаться зайти на позицию химик, микрорайон точнее химик, ну там тоже оппозиция, там практически весь город превращен в укрепрайон. Это может осложнить оборону города, потому как станет, это может способствовать в дальнейшем потере центра города. Вот что самое главное, чтобы враг туда не зашел. Но на пока ситуация, говорю еще раз, более-менее стабилизирована. И сейчас мы выравниваем фронт в Авдеевке, пытаясь стабилизировать ситуацию по всему периметру Авдеевского оперативного направления. Ну и тут надо рассказать, вопиющий случай, команда Дипстейт опубликовала данные о том, что 4 января в районе села Новомихайловка враг, имея частичный успех, захватил наш опорник, и на котором находились 8 наших бойцов. Их взяли в плен, точнее они сдались в плен, потому что сопротивление было бессмысленным. Они сдались в плен, но произошло, произошло такая, ну я бы сказал, изрядом, опять военное преступление. Наши бойцы сдались в плен, понятно, для этого были основания, они попали в окружение. Дальнейшее сопротивление не имело смысла. Но что делают расширские оккупанты? Они 6 бойцов ставят на колени и расстреливают, а двоих забирают с собой в плен. Вот такое люди, которые сложили оружие, подняли руки, их уже защищает Женевская конвенция. Они являются военнопленными. Но вот почему эти русские фашисты, российские, расстреляли, поставив на колени безоружных людей, они их просто расстреляли. Гестаповцы просто переворачиваются в гробу вместе с Гитлером. Вот так ведут себя расшисты на поле боя, нарушая все правила и обычаи ведения войны. Вот такое вот. И призывает команда Дипстейт, там наблюдали эту картину несколько разведдронов наших, и говорят, что есть видео, просят, чтобы это видео было передано соответствующей инстанции для включения в исковые документы, потому что это уголовно наказуемое военное преступление, которое не имеет срока давности. Вот те, кто расстреливал наших солдат, плюс те командиры, которые давали этот приказ на расстрел военнопленных. Так что будем надеяться, что это все задокументируется, и мы, и виновные понесут наказание. Понятно, что наши военные постараются сделать это как можно быстрее, потому что никуда же террористские войска не делись, они продолжают действовать в районе населенного пункта Новомихайловка. Поэтому я думаю, что карадость постигнет их в самое ближайшее время. Ну а мы продолжаем и ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 770 оккупантов, в технике и вооружении в танках 6 единиц, в боевых бронированных машинах 15 единиц, в артиллерийских системах 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 4 единицы, автомобильной техники 8 единиц и специальной техники 8 единиц. Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки. Субтитры создавал DimaTorzok